Я, то есть, прям занимаюсь собой. Медитация, аффирмация, ход за бородой, за волосами, броями, аксессуары. Ни на одно мероприятие Дедушка Мороз не опоздал. Вау, мужики меня любят, и тогда всё. Машка, море-морозная манная каша. Всем привет, я Мария Голубева. Сегодня у меня в гостях Дедушка Мороз. Дедушка Мороз, добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. Дед Мороз 21 века. Кто дизайнер его костюмов? Верят ли в него дети и что от него хотят взрослые? Есть ли жизнь после новогодней ночи и что он делает летом? Рассказал Дедушка Мороз. Расскажи, пожалуйста, для начала, как и когда ты впервые примерил на себя образ Дедушки Мороза? Ну, около, наверное, 10 лет назад. Я учился на инженере-механике по пищевой промышленности. Параллельно с этим я работал в одном торговом центре аниматором, параллельно с учёбой. И мне предложили попробовать образ Дедушки Мороза. И тогда я попробовал. Конечно, это было ужасно первый раз. А вот на второй год там уже у меня прям понеслось. И дети прям ко мне тянули, все обнимали меня. И у них прям такие восторженные глаза были. И они верили, и это было здорово. Тогда я понял, что хочется дальше в этом продвигаться и расти. А можно ли, по сути, сказать, что ты есть тот самый аниматор? Нет, я уже не ассоциирую себя с аниматором. Потому что Дед Мороз – это намного больше. Это и не актёр, это и не аниматор, и это не ведущий. Это что-то большее. Во что я вкладываю очень большие усилия, энергию. Я даже ездил в Великий Устюг, я смотрел, как всероссийский Дед Мороз работает, как он с детьми взаимодействует, со взрослыми. Я посмотрел внимательно, был в большом восторге. И понял, что хочу примерно то же самое, но потом всё забыл и начал по-своему всё делать. А правда ли, что стоимость выступления Дедушки Мороза зависит в том числе от качества костюма? Определённо да. В моём случае у меня высокая стоимость, и ещё она зависит от даты. Вот 31 и 30 декабря – это повышенная стоимость. Такая стоимость благодарная Дедушке Морозу, потому что вложения очень хорошие, существенные для того, чтобы всё красиво выглядело. Костюмы, уход за бородой, за волосами, броями, аксессуары. И это всё, конечно, требует определённых вложений. Поэтому и стоимость должна быть соответственной. А где брать костюмы для выступления? Я себе шью именно по моим размерам. На заказ? На заказ, да. Первый костюм бархатный я сам всё искал, начиная от ткани, кончая пуговицами. А вот, собственно, этот костюм мне вот моя мастерица сделала полностью всё сама. То есть и ткань, и фурнитуру, всё искала. А вот какие-то там штучки в виде очков, обувь, это уже самостоятельно всё искал, подбирал. И когда уже всё это сделал, тогда я понял, тогда я был уже доволен, что образ полностью создан. И вот галочка стоит, вот всё, и я доволен. А как часто нужно менять свой образ? Я каждый год что-то новое никогда не добавил. Каждый год? Конечно. Абсолютно новое? Или детали можно новые добавлять? Я детали новые не добавляю, а делаю что-то новое. Я считаю, что каждый год нужно что-то новое делать, чтобы удивлять публику. Это, так сказать, такой детмороз шоумен. Я каждый год становлюсь всё круче, лучше, совершеннее. Например, я на вокал хожу, занимаюсь тренажёном в зале ещё более упорнее. Например, в этом году у меня вообще никаких временных привычек нету. Я ПП Дед, хотя вчера наобеда делал пельмени, я прям занимаюсь собой. Медитацией, аффирмацией, и вот за счёт этого у меня очень много энергии. И на корпоративах, на выездах на дом, ну, все, конечно, в восторге. Вы грим сами себе делаете? Я даже в пробках еду, переодеваюсь и всё, гримируюсь таким образом. В том году ни на одно мероприятие Дедушка Мороз не опоздал. А всегда ли нужна Дедушке Морозу Снегурочка? Или Дедушка Мороз может выступать и самостоятельно? Дедушка Мороз может выступать и самостоятельно, но в данном случае у меня, в моей шоу-программе, Снегурочка играет тоже очень большую ключевую роль. Это же украшение Деда Мороза, в моём понимании. Оно должно быть красивой, такой энергичной. То есть она работает больше на мужскую аудиторию, я на женскую. И таким образом все остаются в восторге. Как вы каждый раз готовитесь к выступлению? Есть ли какой-то определённый сценарий? Импровизация. Но сценарий есть. Так сказать, скелет, на который постоянно, исходя из того, куда мы приезжаем, Мы накладываем, так сказать, своё место. Например, вот у меня 10 декабря, там будет мероприятие, Там будет очень такая тусовка бизнесменов, И там будут около 300 человек, их дети. Поэтому я подготавливаю программу. То есть там сначала полчаса у нас будет с детьми работа. Для них будет у нас танцевальный батл, Специальные песни, которые мы со Снегурочкой учили, которые мы записали в студии звукозаписи. Мы это приходим, делаем. Будет очень большой, прям такой колоссальный энергетический всплеск. И нужно сделать так, чтобы они прям были вау, круто. А после этого я уже отправляюсь к взрослым. Там уже не такая будет атмосфера, чуть-чуть на пониженном уровне. Там я буду общаться с женщинами, с мужчинами, на разные темы. У меня есть карта, называется «Рождественский оракул». Я буду гадать, что кто получит в Новый год. Ну, какие у них будут желания. Это реально будет очень круто. И все захотят еще пофотографироваться с Дедушкой Морозом. То есть им не нужно вот это вот прям вау-вау-вау. Движуха. Движуха. Им нужно вот именно пофотографироваться. Их темпо, ритм, энергия. И нужно именно туда войти аккуратненько. И с ними вот так вот. Если, предположим, приходишь на праздник, на мероприятие нет настроения. У меня? Как его поднять и как выступить идеально? Как это нет настроения? Вы что, я Дед Мороз. У меня всегда есть настроение. Но бывают, конечно, моменты, когда едешь в пробки. И, конечно, это какой-то кошмарный морозный ужас. Тогда я делаю следующее. Ключаю погромче музыку. Натягиваю свою улыбку как можно шире. Засекаю таймер 10-15 минут. За счет этого получается, ты какие-то нейроимпульсы в мозг посылаешь. Ты обманываешь сам себя. И у тебя очень крутое морозное настроение. Первая ступень. Вторая ступень. Начинаешь смеяться как идиот просто. А третья ступень – это звонишь кому-нибудь близким. Желаешь всем хорошего настроения. И тогда у тебя прям вообще вау. Невозможно, чтобы у тебя было плохое настроение после этого. Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать человек, чтобы уметь развлечь, завлечь и подарить те самые эмоции, которые все ждут в этот день? Честно признаться, мне бывают такие моменты, когда, не веря в себя, я чуть-чуть думаю, получится ли у меня. Я действительно переживаю в некоторых моментах. Я хожу в лес, я молюсь, действительно, я говорю правду. И такая связь с кем-то наверху происходит. И открытие, вот какие-то открытия определенные. Я вам честное слово говорю, вы можете мне верить, можете нет. Любовь. Нужно с любовью все делать. Когда ты все с любовью делаешь, у тебя прям вообще открытие происходит невероятное. Ну, сразу все приходит. Все легко становится. Прям вот как-то вот все складывается. Вот так вот. Когда ты все делаешь через силу. Надо там это сделать, надо поздравить, нужно не успеть. Нужно успеть там, не опоздать. Тогда все вот как-то вот кирпичи все. Сковано там. Да. А когда ты прям, я не с любовью, вау, боженька меня любит. И тогда все, пум-пум-пум. Все вот так вот получается. Большая часть заказов на кого приходится? На детей или на взрослых? Раньше больше детская была аудитория. Когда я поехал в Великий Устюг, я, получается, посмотрел, как работает всероссийский Дед Мороз. И тогда, я такой говорю себе, прям желание, прям четко я помню. Хочу тоже, чтобы вот ко мне дети приходили. И вот как вот он, то же самое делать. И получается, три года подряд я работал в загородном клубе. И там детки приходили именно ко мне. Я жил прям в гостинице. По всему этому загородному клубу объявляю. Мочатки, там с 10 утра начинают работать дача Деда Мороза. Приходите ко мне в гости. И там кто и люди жили. Там дети с родителями. Ну вот родители с детьми приходили. Был стол, такое кресло. И я общался с ними. По 10-15 человек приходили. У меня даже там охрана была, Снегурчик. Они там принимали деток, поднимались ко мне. У меня такой посох был. Я такой там говорю, а теперь там, чтобы оказаться в сказке, закройте глазки. Я не помню, что ты там говорил. Я такой, беру, вот так вот сильно посохом бью. И в этот момент охранник включает свет. И все дети такие, вау! Вот такие. Ну и там взрослые тоже были в восторге. То есть три года подряд я там отработал. И больше трех или четырех тысяч детей посидело на моих коленочках. После этого я пошел в красно-бархатный костюм. И повышался градус моего настроения к публике. И любовь больше к взрослой аудитории. И они больше приглашают в старые корпоративы. Иногда домашние, семейные праздники. В этом году только взрослые практически. Только взрослые. Ну, есть там несколько детских, да. Но большая часть аудитории это, конечно же, взрослая публика. Скажите, а как выгоднее и лучше работать? От себя или от ивента агентств? Ну, смотря кто хочет. Вот, например, рискованнее на себя. Но и круче. То есть, ты зарабатываешь свое имя. Я же не сразу стал тем, кто и есть. Я потихоньку, вот, например, сначала работал в агентстве. Там, благодаря этому агентству и то, что они предоставили мне костюмы, бороду. Я попал в передачу «Вечерний орган». Там завоевал я звание «Самый лучший дед». Тогда я начал уже работать на себя. И, получается, напрямую со мной начали сотрудничать. Были какие-то сомнения вначале. Что там будет в связи с определенными событиями какие-то там непонятные ситуации. Да, агентство тебе, например, накидает в праздниках. Такой, ой, да, хорошо. Там тебе по головке гладит. Ты хороший Дед Мороз. А когда ты сам, ты ответственен за свои заказы сам. И там, Снегурочку какую, там, зарплату выделить. Там, помощникам своим. Тебе нужно это думать, обдумывать. Это тоже ответственность. Принимать заказы, продумать логистику, как ездить, чтобы никуда не опоздать. Потому что, в моем понимании, нужно, если ты профессионал, а я профессионал своего дела, нужно четко везде быть и нигде не ошибиться. Можно где-то заказ какой-то забыть и не внести. Потому что такое тоже возможно. И это большая ответственность. Поэтому иногда в начале декабря у Дедушки Мороза дергался глаз. Но сейчас, благо, все хорошо. Что входит в вашу программу? Это супер-шоу-программа. В которой Дедушка Мороз и Снегурочка в ярком выходе поют песни. Мы проводим смешной интерактив. После чего мы проводим танцевальный батл. Он у нас есть специальный как для детей, есть специальный так и для взрослых. После чего мы проводим танцевальный флешмоб. А после фотосессия и дарение подарков. И такая программа на полчаса, на 40 минут. И она очень крута тем, что она такая, ну, прям вот, бестселлер. Мы сложили из всего, что есть, и она прям, ва. В зависимости от костюмов, можно эту программу как-то подтачивать. Вот, нет определенного, что вот я вышел и только это делаю. В зависимости от того, где я и с кем работаю. Ну, у кого, кого как радую. А как вот выдержать конкуренцию, которая существует на рынке, выделиться, да, и показать то, что действительно вот стоит звать меня. Я вам дам те самые эмоции, которые необходимы. В начале своего пути я действительно что-то думал и сравнивал. Сейчас ни с кем ничего не сравниваю. Мне там кто-то, ой, ты знаешь, Маш, такое вот бывает. Мне прям вот жутко, мне себя выводит, когда мне начинают кого-то присылать. Посмотри, да? Да, посмотри, сравни, он тоже хорош. Зачем? Я сравниваю себя с тем, что я был вчера или в том году. Я только с собой себя сравниваю. И это самое правильное, потому что, когда ты сравниваешь себя с тем, что ты был раньше и растешь, это только будет успех. А когда ты сравниваешь себя с другим, ты будешь ему только в спину дышать, и все. А так вот только сам на себя смотрю. Ориентируясь только на себя. Да, ну и на то, что хотят именно внучатки, взрослые, детская аудитория. Смотрю, анализирую, смотрю соцсети, что сейчас в тренде, какие лучше снимать рилсы и тому подобное. Чтобы быть на волне, так сказать, современности. А с какого возраста лучше всего приглашать к детям Деда Мороза? Слушайте, бывает разная ситуация. Вот двух лет меня приглашали, и вот тут, конечно, Снегурочка очень сильно важна и нужна, потому что, когда ты приходишь в большой шубе, здоровенный дед, вот с такенной бородой, которая привыкнет по-настоящему, представляете, ему, ребенку два года. И он видит тебя от такого огромного Деда Мороза, и просто можно писаться до десяти лет. И нужно подготовить ребенка к этому обязательно. Некоторые родители этого не понимают. То есть сначала нужно обязательно, чтобы Снегурочка подошла, как-то с ним чуть-чуть поиграла, повзаимодействовала. Это тоже другой, чужой человек. И нужно все равно подготавливать детей, потому что психика у некоторых так чуть-чуть покрепче, у некоторых поменьше. И когда они уже подготовленные, подготовленные, тепленькие, уже приглашают Деда Мороза. И тогда уже аккуратно, на дистанции подходишь, общаешься, общаешься, входишь в зону доверия, прикираешься к ребенку. И вот тогда будет прям хороший новогодний праздник. Больше нужна любви, души в том, что ты делаешь. Лучше узнать какие-то факты про тех, кому ты идешь. Это важнее, чем эти заученные стихотворения. Например, Машка, морая морозная манная кашка. И начинаешь. Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. Как-то раз-раз-раз. И уже и взрослые дети в тебя действительно верят. Вот это круто. А сейчас дети, вот они верят в Дедушку Мороза? Или они понимают, что это аниматор, который пришел развлекать? В меня верят. У меня есть своя социальная сеть, в которой у меня только мои фотографии. Я там и на море в Таиланде был. Хотите, расскажу с теми? Давайте. Это просто столь на миллион. Ну, когда я на отдыхе, я же могу себе позволить немножечко пригубить, так сказать. Я считаю, что можно. Дед Мороз тоже должен уметь отдыхать. Так вот, что было? Я пошел в клуб Иллюжин. Ну, немножечко по морозному порезвился. Ну, чуть пригубил, да. А там в Таиланде некоторые туристы позволяют себе сесть за руль мопеда. Ну, я реально подождал очень много времени. Я сел за мопед, поехал. И через горы, когда проезжал, получается, меня останавливают. И, получается, говорят, Дед Мороз, туда-сюда, вот штраф 20 тысяч бат, это 40 тысяч рублей на тот момент. И вас отправят в тюрьму на две ночи, три дня. Представляете? Я показываю свой Инстаграм. Я говорю, я российский Санта-Клаус. Показываю там вечерний ургант, все. Они такие, ага-ага, смеются, всех позвали полицейских. Они смотрят, ну, то все. Я им, давай петь песню, расскажи, Снегурочка, где была. Я такой, расскажи, Снегурочка, где была. И они ржут все вместе. И они меня отпускают. Говорят, ладно, езжай, чтобы такого не было. Вот такая вот у меня история была. Часто ли современные дети рассказывают стихи? Если маленькие детки, то да, они рассказывают стишочки, пишут письма. Ну, я надеюсь, не будут смотреть дети. Мне родители их пересылают. Я их читаю, ознакомляюсь с ними. И потом говорю, я твои стихотворения читал. И они такие, да, действительно. Ну, я часто видео поздравления, когда делаю, я отмечаю многие интересные моменты, что было в течение года у ребенка. Это очень важно. И когда ребенок это видит, он говорит, папа, откуда он знает такое? Ну, это невозможно. Как он, соследил за мной? Я говорю, да, я слежу за тобой. Веди себя хорошо. Потому что все родители, маму, папу. Уважаемые родители, умоляю вас, вот обращаюсь к каждому из вас, не надо заставлять детей рассказывать стихотворения. Особенно вот эти вот... Для меня это прям вот... Я когда работал три года в замке, я очень много видел родителей, которые просто ломают детей. Они заставляют насильно ребенка рассказывать стихотворения. И прямо при всех... Могут сказать, там, Лешка, да, давай, там... И они, ребенок начинает сковываться, зажиматься. Для него это может быть вообще психологическая травма на всю жизнь. Он никогда в жизни не будет потом выступать на сцене и нигде. А, возможно, у него какие-то творческие таланты. Мне вообще все равно, расскажешь ты мне стихотворение или нет. Главное, чтобы ты улыбался посильнее, пошире, и тогда будет прям классно. А когда его прям сильно заставляют, он учил, может, ну, действительно, может переживать. Много детей рядом, других родителей. Непонятно как. Это... Я, знаете, что делал? И в этот момент думаю, ах ты проказница, мама. Я говорю, хватит, не трогайте сына там или дочь. Я говорю, а теперь иди сюда, мамуля. Я ее брал в то же самое положение, вводил специально, в неловкое. Говорю, садись мне на коленочки, рассказываю стихотворение. И знаете, что было? Она начинала еще сильнее, чем дети. Комплексовать, да. Теперь ты, как вот ваши, твои же дети, и в еще лучше ситуацию попало. И она не знает, как из нее выбраться, а от ребенка требует. Самое главное, это любовь, добро, и чтобы вот именно таким образом шло. Это был праздник, а не вот этот вот «Ты должен обязан стихотворение Дед Мороз, иначе не получишь подарок». Поэтому все будет хорошо. Неважно, расскажешь ты стихотворение или нет. Главное, ровно себе види, ну, чувак. А что по поводу подарков? Вы как-то заранее с родителями этот момент обговариваете? Либо мешочек положить, либо как-то через их пакет. Потихонечку, да? Да, так, чтобы все было, вот, да. Часто ли вас приглашают приехать 31 декабря прямо в полночь? Всегда. Всегда? Ну, бывает там в 10-0-0, там в 23-0-0. По-разному. То есть в зависимости от мероприятия. А Старый Новый Год, он еще актуален? Да, приглашают. Отмечают, приглашают на Старый Новый Год. Да, и на Китайский Новый Год приглашают. Или это по-разному. Бывают вечеринки делают в стиле Нового Года. Вот там у одной очень известной блогерши бренд своей косметики. Она меня пригласила через организаторов. И была тоже уже такая теплая погода. А чем занимается Дедушка Мороз с середины января по декабрь, по началу декабря? Ну, в конце января, я надеюсь, все будет хорошо. Я полечу на Бали. Будет готовиться. Также ходить активно на вокал, чтобы собирать контент. Я планирую блогерством заниматься. Прямо действительно и летом, и зимой, и осенью, и весной продолжать снимать контент и заниматься этим. А какое было самое запоминающееся поздравление? Было видео поздравление одно. Там ребенок, мама находится в Москве, а ребенок с бабушкой в другом регионе где-то попросила мать сделать видео поздравление. Прямо сказала читать ребенка, чтобы хорошо себя вел, слушался бабушку, зная, что мама тебя любит. Но она там работает в Москве и не особо может уделять внимания и быть рядом. И поэтому такой конфликт был семейный. И попросили меня записать видео поздравление. Но я пополнил вложился и сделал такое видео поздравление, после которого она позвонила в слезах и говорит спасибо большое. Там это прям сердечко попало. И он внук обалдел. А, он очень сильно верит Деду Морозу. Он для него такой вот кумир. И ребенок в шоке был. А когда вас приглашают взрослые на корпоратив, что они хотят видеть конкретно от вас? Это можно сказать, что дети только которые выросли? Ну вот Маш, ну ты же девочка маленькая. Вот, короче, с точки зрения... Конечно, я вообще все это люблю, честно говоря. Да, вот, например, мы же все дети, только многие... Мне кажется, в этот момент даже вообще не взрослые ни разу. Да, все забывают о том, что кто-то когда-то был ребенком, да. И нужно этого ребенка вот так вот взрослого потрепать и вот этого ребенка вытащить, чтобы он кайфанул, расслабился и повеселился. Вот это моя задача. И когда Дед Мороз умеет это сделать, то это уже профессионализм. Чтобы взрослые были детьми и играли в разные игры. Они вот эти серьезные лица, там в костюмах такие, прям, нет, окна мне подходить. Нет, 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 нет. Моя задача именно сделать, чтобы вытянуть вот этого ребенка и чтобы вот этот процесс был. На ваш взгляд, вот за 10 лет работы в этой индустрии насколько поменялись, как и дети, да, появились гаджеты, интернет, соцсети, так и взрослые. Произошли ли изменения? Если да, то в каком плане? Да, произошли изменения. Взрослые сидят в гаджетах, дети за ними это все повторяют. Потом они же ругают своих же детей, а у самих же тоже самые вредные привычки. Они смотрят, видят многое, поэтому многое знают. Например, на ютубе можно столько всего найти интересного, а можно и плохого найти. Поэтому требования к Дедушкам Морозам выше, чем раньше. Если раньше там какая-то вата вместо бороды была, то сейчас нужно все делать прям четко, идеально, как, собственно, делаю я. А есть дети, у которых самые последние айфоны, прямо из баллона, прямо из супер таких вот семей. Там нужно еще добиться их уважения. Для этого подходишь к ним, там, у меня тоже последний айфон, у тебя тоже, и начинаешь с ними, а у меня инстаграм, и смотри сколько подписчиков. Они такие смотрят, ой, там в такой передаче будет, да, да. И в этот момент ты начинаешь в их глазах подниматься, и они такие, да, он Дед Мороз такой, типа крутой. И вот тогда вот начинается. К ним такой подход. По-другому сложно. Ты будешь там добиваться, еще не факт, что добьешься их уважения, а это нужно каким-то определенными путями делать. Но если, например, какие-то более простые семьи, там вообще прям классно. Ты уже, то, что ты Дед Мороз, приходишь к ним, они уже рады. Там не нужно ничего... Изощряться, да. Изощряться. И ты видишь эти вот неизбалованные глаза, они прям верят. Они, ну, есть по-разному. Что касается новогодней ночи, вот когда ты из раза в раз работаешь в новогоднюю ночь, это вроде, да, семейный праздник, семейные традиции, вся семья в сборе. Это до сих пор осталось семейной историей или это больше все-таки работа? Ну, что касается внучат, у них это семейный праздник. Что касается меня, я не могу назвать это работой. Это любимое дело. И когда, ну, когда есть возможность, и круто, и весело понять людям настроение, я это делаю. И это происходит всегда. Кто, как не я? Кто еще, да? Да. И как реагирует бабушка Мороз, что Дед Мороз в новогоднюю ночь где-то там со Снегурочкой тусуется? Ну, если верить тому, что написано в интернете, то моя, так сказать, бабушка Мороз, это моя супруга, это моя зима-зимушка, а внученька Снегурочка, которую нашел в Костровских лесах, то все четко. А что касается личной жизни Деда Мороза, то пока я холост, ну, как-никак, нет у меня бабушки Мороза в поясах где-то. А он очень такой щепетильный во всех этих делах. Нужно постараться, чтобы завоевать его сердце. Вот еще такой вопрос по поводу внешнего вида. Вот вы сидите, да, в такой стильном костюме, в лоферах, да, все так, значит, элегантно. Но если вспомнить наших Деда Мороза лет 10, да, как мы говорили назад, да даже сейчас такие встречаются, когда борода, значит, закрывает пол лица, когда он что-то говорит, и порой непонятно что, и заученный текст. Вот как сейчас публика адаптируется к новому, скажем так, формату Дедушки Мороза? Принимает она, адаптируется или большинство все-таки любит вот тот вариант Деда Мороза, который вот был лет 10-15-20 назад? По-разному. Для некоторых все зависит от бюджета. Я уже понимаю, Дед Мороз, он может, не знаю, в банном халате пойти там к себе в ванну, там, чистить зубки, снимать видео, там. Он не обязан ходить в шубе. Я, например, у меня есть спортивный, да, образ, в котором я подтягиваюсь, там, тренируюсь. В одном образе я катаюсь летом на мотоцикле. Например, в других образах я выступаю на людях, там, вот такое вот, как бы, я, он не должен быть запечатан в шубе. Шуба, это вот на улице прогуляться, да, в такую погоду, шуба нужна. А так зачем она нужна, если я нахожусь в помещении? Я сейчас, три пота бы с меня сошло. Ну, то есть так, это Дед Мороз, это человек, который так же живет, как все остальные, так же ходит и кушает, который, кушая пельмешки, может испачкать усы сметаной. И самое главное, он создает праздник настроения. С вами была Мария Голубева, Дедушка Мороз. Всем спасибо, всем пока. С любовью, Дедушка Мороз!